Всем привет, с вами JBH007 и это у нас Выживание, Путь Гнома, третья серия. В этой серии я планирую сделать обзор похода по пещерам. В этой серии я буду учить, как правильно ходить в пещер, что с собой брать и что делать при нахождении пещеры. Также, возможно, к концу этой недели я уже начну, ну, планирую закончить цикл по выживанию и перейти к выживанию в мультиплей. То есть мы с моим знакомым к концу недели попробуем поиграть на одном сервере. Возможно, я даже буду сам, ну, то есть, возможно, сервер я даже буду ставить у себя. Ну, либо найдем какой-нибудь другой сервер в интернете, и мы там будем выживать. Ну, это будет сделано для того, чтобы, ну, проанализировать ошибки, которые иногда возникают, ну, и вам они сказали, что вы их не допускали. Ну, и просто показать, как вообще выживаются. То есть это будет, наверное, серия летсплея. Также вполне возможно, в ней я буду показывать, как добывать алмазы, лучше, как находить алмазы, бывают различные руды, различные способы выживания, некоторые, возможно, даже баки. То есть будет чего интересного. То есть будет много чего интересного показано. Ну, что ж, с прошлой серии у нас изменилось весьма многое. Я, наконец-то, добился поставленной цели. То есть я набрал стак, даже больше стака железа, ну, и больше стака угля. Также я нашел немного золота. Поскольку я, ну, или хочу дальше продолжать в этом мире играть, ну, просто потому, что у меня свой и мне волон начинает новый мир, то я даже, наверное, вам представлю возможность поиграть и выложу сейф этого мира, ну, опять же, возможно. То есть, если что, смотрите ссылку под видео, я попытаюсь выложить, но ничего не могу заранее обещать. Вот у нас тут день, так что вот с такими ресурсами сможете дальше отправляться, ну, еще плюс с собой. И да, ну, да, те, кто понимают плохо, вот, вы видите здесь, там, но я им совершенно не пользуюсь, ну, если не считать вот этих двух моментов. В общем, я его поставил чисто для того, чтобы было легче администрировать на сервере. Ну, точнее, я его ставил для этого сейчас, поскольку я не хостирую сервер. Ну, вообще, в данный момент, в течение уже довольно долго времени я не хостирую сервер. Поэтому, я не знаю, просто я не стал перестанать клиент Minecraft. Ну, то есть, давай там прочие вещи, когда просят, ну, в общем, на различные предприятия, то есть, вот как примерно. Ну, что ж, переместимся в мой мир, и там увидим сейчас, как я пойду исследовать новую пещеру, которую я еще не исследовал до этого. Ну, вот мы оказались возле моей пещеры, не исследованной. И что нужно с собой брать? С собой нужно брать, ну, верстак, у него обычно нариваются. Если вы идете исследовать, ну, вот, в особенности каньоны, то вам просто жизненно необходимо ведро с водой. И очень тоже необходимо ведро с лавой. Ну, ведро с лавой нужно для того, чтобы убивать мобов, я это, возможно, еще попозже покажу. Ну, лопаты не столько необходимы, но я бы их советовал брать. Вот у нас есть такая офигитная лопатка. Ну, я эти пока скину, и нам не понадобится. Ну, с собой постоянно носите дерево. Вот у меня тут есть доски. Встак, камень, ну, вообще любой из третьих материалов у меня есть. Вот, эффективность третья. Ну, такси, кирка, но ничего. Ну, камень, кирок обычно я с собой достаточно количество беру. Я думаю, нам столько не дается. Еда, ну, а тут у меня уже кое-какие запасы. То есть, нам еще нужна еда с собой. Убиленно количество. Ну, что ж, мы теперь пойдем в пещеру. У меня же тут, ну, частично исследования, но частично нет. Вот, я в нее давно ходил, поэтому сейчас я не знаю, куда я даже пойду. Ой, вот, мы видим там. Кстати, криперов у нас не видит, поэтому... Я не знаю, как я сейчас убивать буду. Ну, в бане я знаю, как я его убивать буду. Я буду хитро убивать. А, тупое залипание клавиш. Да. Ну, в общем, у меня есть такой баг просто, что у меня залипают клавиши. Ну, как видите. И плюс еще ступил, я не успел так закрыться мечом. Поэтому он меня так жестко жахнул. Но, на самом деле, крипер на всех сложностях бьет одинаково, поэтому... Это я бы не сказал, что... Так что, он бьет 50 урона, ну, или, переводя, на сердца... Так, я реально тут не был. Или, переводя на сердца, он бьет... Вот, видите, какая хорошая кирка. В общем, он бьет 25 чем-то сердец. Ну, я точно не переводил. Так, ладно, не будем тратить 100 фигитов на кирку. Вообще, он бьет 25 сердец. Ну, в общем, я сейчас такой... А, я, кстати, в броне или нет? А, ну да, ну вот у меня такой читерский комплект в броне. Почему читерский маленькая? Вот, как минимум кожаная, все, кроме груди. Как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, есть маленький баг, что когда у тебя различная броня... Ну, я не знаю, он сейчас вроде бы работает, но когда у тебя различная броня, то есть, например, и грудь, например, намного лучше, то общая твоя броня, как ни странно, становится круче. Ну, я не знаю, так сделал в ночь, мне почему-то этот камень не нравится. Странно. В общем, ну, я не знаю, я этот баг прям особенно не проверял. В общем, как видите, следу достаточно просто. Ходим, ставим факела. Ну, как видите, у меня два меча. Ну, как видите, они оба зачарены. Вот этот я отчаял, достаточно дорогим кафтом. Ну, вот этот меч, по сути, против пауков. Но вот загор огня, это очень хорошая чарка. На самом деле, в обычном мире. А вот тут у нас, ну, первый, но он тоже ничего. Я, на самом деле, хотел себе еще и остроту, но не получилось что-то с остротой, поэтому я просто загор огня. Так. Ой, мне не нравится эта темная пещера. Потому что я знаю, что она идет. Да. Ну, вот у нас тут стекает вода. Так. Ну, тут есть, на самом деле, для исследования пещеры дальше два пути. То есть, как я обычно хожу. Я сейчас повернул туда, и туда пошел там до упора, и потом повернул в угол эту сторону. В общем, смысл в том, что, чтобы нам не запутать, мы должны постоянно, когда видим развилку, поворачивать в одну и ту же сторону. Ну, по мне, это самый лучший метод. Можно, конечно, еще ставить факела, метки, но вот когда я делаю так, я вот изучал, ну, возможно, когда буду снимать, делаю, летсплей по этому миру, ну, и прощание на видео, по этому миру, я не знаю, все, что захочу начинать на миру или нет. В общем, я обязательно сниму систему пещер, сделаю по ней проход. я именно, у меня просто есть огромная система пещер, которую я исследовал. и, в общем, в ней прям, ну, то есть, в ней можно запутать, я даже сейчас, я до сих пор не знаю, иногда плутаю, но это все я компенсирую тем, что у меня вот иду правильно, так сказать, путем. Ну, как правильно? Я иду по определенной схеме, и я всегда знаю, как мне прийти назад. То есть, я постоянно поворачиваю в одну сторону. Так, неужели это золото? Да, это золото. Ну, как видите, я сейчас дойду до конца, у меня традиция доходить до конца пещеры, так, нет, это нехорошие места для факела. То есть, я дохожу до конца пещеры. Можно это лопата сделать. Я не знаю, там что-то есть, но мне неохота это выяснять, поэтому я забью. Так, ну, что же, это будем золото. О, у нас тут его. Даже много. Ну, вот, видеть, как киркмстр работает. это, у нас, и фэнши, фэнши, неплохо так. Если сейчас здесь найду, ой, да, я нашел неприятности на свою голову так, и, да, я на глубине, я сейчас говорю, на глубине. Ох ты ж, я сейчас найду на алмазы, я не удивлюсь. Вот прям честно, потому что я их обычно, каждый день нахожу. Нет, ну, кто-то их вообще не находит, ребята, я вам потом скажу, как их находить, потому что, ну, находить алмаз, я бы не сказал, что это сложно, но, так, ну, это весьма, так, долго. Вот весьма опасное место, если вы идете с алмазами. Не люблю такие места, но там есть алмазы. Я могу стопроцентно сказать, что тут где-то есть алмазы. И я их не буду. Ну, я их не буду сейчас, наверное, искать. хотя... Ну, видите, зажимаю shift. Нет. Не-не-не, что-то там, мне сегодня не охота искать алмазы в этой пещере. Честь. Пока что я... Так, у меня сейчас огромная дилемма. Надо исследовать эту пещеру или начать эту, которую я почему-то еще не видел даже. Так, ну, что ж, я думаю, ступой, я думаю, что это... Так, мне надо поесть, чтобы меня под этот грипер не убили. Ну, вот, как видите, у меня сейчас вариант развилки туда или туда. Я пойду туда, чтобы не сам путать. Паук. Ну, пауку не повезло у нас. Меч анти... Эм... Чего-то я не понял. А вот как... Вот. Вот ведь с одного, да. Ну, нет, с одного все-таки. Так, вот это... Ну, да, это... Это нехорошо. Может быть, он тупой, крипер? Да, он тупой, крипер. Мы сейчас убивать будем. Ну, да, он тупой, крипер. В общем, мне это место абсолютно не нравится. Но... Я это все-таки сниму. Да, мне оно абсолютно не нравится, потому что... Так, я обычно... Такие пещеры... туда я не пойду, потому что у меня традиция. Вот источники воды вообще... Ну, как, закрывайте их просто. О, нет, хорошее место. Много всякой фигни. О, дома везут. Ну, в плане, как везучие. Кто не знает, не обязательно добавить лазурь железной. Да что... Ну, надеюсь, понимаете, потому что я... Ну, как не люблю, я пещеры-то люблю, но... Когда они одна в другой, это уже перебор. О, почему мне не... Я не хочу фейлиться просто. Я думал, вы меня поймете, я туда не пойду. Скорее всего, она соединяется там где-то, поэтому я вот сюда буду ресурсы и пойду заканчивать. У нас тут лава и у нас тут золото. Ну, золото что-то мало. Так. Очень интересно. нанес. Так. Ну, я думаю, не надо объяснять вам, как. Тут сейчас что делать? По-хорошему нам надо залезть вот туда, на самый верх. О! Я его не заметил. Так, ну, я обычно воду вот так затыкаю, потому что это удобно. О! Да нам сегодня. Ну, я обычно мало встречаю золото. Алмазов, конечно, почаще все-таки встречал, но золото я встречаю. Да, кстати, все это все освещать, потому что, ну, вспомнился какой-то крипер и не будет вам счастья. И, да, кстати, вот здесь залежи в четыре. Это спокойно могли быть залежи в восемь, просто пещерой срезало. Ну, точно так же однажды жестко было маска, но нашел только один алмаз. Так. Ну, я по традиции. Теперь повернусь сюда. Потому что у меня такая традиция исследования пещеры. Я чувствую, где-то я рядом, а не... Ой, все даже лучше, чем я мог себе представить. Нашли второй выход из пещеры. Так. Ну, в общем, я не знаю, сейчас обычно каменными еще иногда работаю. А так, по-хорошему, мне надо было уже давно уже лезом, с чистокирками работать, с чарками, но на чарке пока что. Я не построил еще ферму XP нормально. То есть, я, конечно, формулик с полного и акриво формулирую. ну, вы думаете, мои комментарии, ну, какого фига, там еще одна пещера. Ну, туго, я не знаю, мне как бы формульный уголь, ты не сильно нужен у меня. Ну, маленький... как сказать, даже. У меня более, ну, по 30, наверное, стаков угля, я не считал. В общем, у меня эти цитуты угля нет. Ну, так крафчу палки. Потому что, я не помню, показал, я это в туториалке. Ну, фига, про фига я объяснял, это я 100%. Ну, у нас осталась такая, это же деза. Ну, наверное, я на этом закончу. Ну, потому что, вы все основное видели, и тут, я не думаю, что будет боль, что-то интересное. а если будет, то я, наверное, это запишу. если я найду, например, алмазы, я это обязательно покажу. Ну, что ж, вот, я исследовал часть пещеры. И там еще очень большая часть осталась не исследованной, но, тем не менее. мы добыли раз, два, три, четыре, пять, почти шесть стаков угля. Ну, можно сказать, даже больше, потому что я еще фонарей крафтил. Ну, кости стрелы, нитки, паучьи глаза, я не считаю. Мы добыли тридцать шесть редстоуна, но он, в принципе, не так сильно нужен. Двадцать четыре золота, раз, два, три, почти три стака железа, почти стак лазурита, ну, маленьких грибов, зомби мясо, ну, при этом мы потратили достаточно много кирок, и хлеба. Ну, вот, как вы видите, у меня не осталось одной, ну, кроме вот этой железной кирки. То есть, я таким образом все истратил. Ну, я также нашел одно интересное место, и сейчас вы увидите его скрины. всем спасибо за просмотр, с вами был JBH007, подписывайтесь, комментируйте, вот это все истратил. С вами был JBH007, у меня была чайкаio, у меня была прозрительная кирка, с ним тоже, это все истратил. Продолжение следует...